всем привет дорогие друзья из солнечной алании сегодня 22 апреля и как вы видите погода стоит просто потрясающе на телефоне у меня показывает всего плюс 22 но я чувствую такой немного прохладный ветерок и скорее всего эта температура соответствует действительности но если на солнце находиться долго то уже достаточно жар и как вы видите я уже надела свою шляпу это значит что лето не за горами в этом видео друзья мы с вами поговорим о том чем мы занимаемся на карантине а также проедемся по нашему району бюк хас бахче многие из вас попросили меня сделать обзор по нашему району и в этом же видео я расскажу вам о всех районах алании потому что алания это не только оба махмутлар тосмур или другие районы которые находятся на побережье алания это достаточно большой регион но в 2014 году был принят закон о преобразовании муниципалитетов более крупный и до 2014 года алания была муниципалитетом махмутлар оба каракаджак и так далее и сейчас алания является районом антальи а в самой алании 110 микрорайонов да вы не ослышались 110 небольших микрорайонов и основном это горные микрорайоны прибрежных районов не так много это все знаменитые районы знаменитый среди туристов это я в салары и конаклы и куджалар и махмутлар ну конечно же центральные районы оба тосму джиктели и так далее так вот в этом видео я расскажу вам о всех этих районах покажу на карте и расскажу о нашем районе поэтому обязательно смотрите это очень очень интересно ну и конечно же те кто не подписан на мой канал обязательно подписывайтесь ставьте колокольчик потому что в следующих видео я подготовила для вас очень интересную информацию которую я собирала на этой и на прошлой неделе о том что же происходит в сфере туризма когда откроются аэропорты когда начнутся авиаперелеты когда восстановится авиасообщение и так далее я собрала информацию из разных источников российских турецких других иностранных источников и ближайшем видео я с вами поделюсь это раз два как я вам и говорила я провела некий эксперимент по поиску удаленной работы специально для тех кому это необходимо и также я расскажу вам об этих результатах которые получила в течение месяца и мы поговорим об удаленной работе о переезде в турцию и так далее ну и конечно же по недвижимости мы снимали еще до карантина очень много полезных видео о недвижимости они тоже будут а этом видео в конце я вам расскажу о трех очень полезных youtube каналах которые я обнаружила совершенно недавно это о канале диетолога косметолога и фитнес инструктора супер полезный канал и среди всего того мусора который есть на ютюбе я их нашла и подписалась поэтому друзья я надеюсь что вам будет интересно как я уже сказала сегодня 22 апреля и друзья прошлое моё видео кто не смотрел смотрите было о комендантском часе который у нас проходит с пятницы вечера до пятницы воскресенья был он уже два раза а на этой неделе комендантский час у нас начинается в среду вечером то есть сегодня вечером и закончится воскресенье вечером целых четыре дня вместо двух дней поэтому сегодня мы поедем также в магазин я сниму дал для вас тоже видео в магазине что происходит на улице и так далее и четыре дня у нас будет комендантский час 23 24 25 и 26 апреля ну а сейчас посмотрите видео которое айхан снял для вас вчера вчера он ездил также за покупками в магазин давайте посмотрим сначала его а потом вернемся уже к прогулке по нашему району она дает а и а а и и и а и и и и и Субтитры делал DimaTorzok 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Портакал Парсик Парсик Субтитры сделал DimaTorzok Наш район Бьюкхас-Бахче начинается от большой объездной дороги, так называемой Чевриолу, в народе называют 35 метров, но эта дорога идет из Анталии в Аланию, дальше идет в Газипашу. И как вы видите, наш район, несмотря на то, что находится на вот такой вот шумной объездной дороге, если углубиться ближе к горам, то это достаточно зеленый, спокойный, тихий и очень красивый район. Сейчас мы по нему проедемся, и я вам все покажу и расскажу. Даже у объездной дороги, как вы видите, начинаются частные дома, огородики и сады. Вот так вот растет мушмула, цветет, растет и скоро будет уже сочно и вкусно. И здесь же есть банановые деревья, с которых собирают бананы, когда они спеют. В этом районе также активно идет строительство. Около нашего дома построили новый жилой дом. И ближе к горам большое количество различных резиденций. В этом районе не так много магазинов, точнее здесь их вообще нет. Только маленькие магазинчики типа супермаркетов. Вот так вот начинается наш район. Сейчас поедем вместе с вами вглубь и все посмотрим. Друзья, если говорить о маске, многие из вас писали некоторые даже очень оскорбительные комментарии по поводу того, что я надела маску. Но, друзья, сейчас в Турции выходить на улицу без маски запрещено и за это штраф. Если говорить о других правилах, то лицам до 20 и после 65 запрещено выходить на улицу вообще. А в комендантский час запрещено выходить абсолютно всем. Как я уже сказала, на этой неделе у нас 4 дня комендантский час. И будут работать только пекарни. Те, кто развозит воду, газ и хлеб. А все остальные должны сидеть дома. Ну, естественно, кроме тех, кто обеспечивает безопасность и муниципальных служб. Поэтому вот такая вот у нас ситуация. Ну, а теперь давайте поедем и посмотрим, что же у нас здесь есть интересного. Как я уже говорила, Алания – это достаточно большой район, в котором расположено 110 микрорайонов. И начинается Алания от Манавгата и заканчивается на границе с Газипашой. И вы видите, сейчас я вам показываю стрелочкой районы Алании, границы Алании, в которые также входит зеленая зона с рекой Димчай. От Манавгата до Газипаши – это все Алания и большинство районов являются горными. Многие из вас знают районы туристические, Оба, Махмутлар и так далее. А мы живем в районе Бьюк-Хац-Бахче. Вот вы сейчас видите этот район. Начинается он около объездной дороги, так называемой Чевре-Ёлу. И наш дом находится прямо в самом начале этого района. Но в этом районе большое количество частных домов, резиденций. В этом районе развита инфраструктура. Здесь есть школа прямо около нашего дома. Здесь много зелени, много садов. И, как вы видите, большую площадь этого района занимают как раз именно зеленые территории. В этом районе нет торговых центров, нет никаких шумных мест. А жить здесь спокойно и хорошо. Несмотря на то, что кажется, что район расположен далеко от центра, добраться до пляжа Клеопатры или до набережной можно очень быстро. От нашего дома всего 15 минут пешком и вы на пляже. Сейчас мы с вами отправляемся в поездку по нашему району. Мы только что проехали школу. И как раз вот такой мини-супермаркет, где можно купить все самое необходимое для дома. В этом районе построено большое количество малоэтажных резиденций. Есть резиденции как с бассейнами более современные. А есть просто отдельно стоящие дома. Например, такой дом, в котором мы живем. В доме 5 этажей. Очень уютный, красивый, теплый. И в доме всего 8 квартир. Здесь также расположено большое количество частных домов с маленькими садами. И малоэтажных двух-трехэтажных домов, где живет несколько семей. Сейчас в нашем районе также идет строительство нескольких домов. Это также небольшие резиденции, а просто отдельно стоящие дома, в которых также будет немного квартир. 8, 10, может быть 12 квартир. Это пятиэтажные дома с двухэтажными пентхаусами на крыше и с маленькими садиками. В нашем районе, я уже говорила, очень много зелени, очень много пространства. И, например, сейчас мы проезжаем одну из таких зеленых территорий, которая очень хорошо вписывается прямо в этот район. И она такая яркая, сочная зелень. Здесь расположена прямо глаз. Глаз, конечно же, радуется. И это нас спасает в любое время года и в любой ситуации. Именно в нашем районе начинаются сосновые леса. И, например, вот эта дорога ведет к одному из пикников. Мы от дома отъехали совсем немного. Но, как вы видите, здесь уже открываются вот такие вот красивые виды. И очень много частных домов. Поскольку район расположен на возвышенности, то, как вы видите, дома также расположены на возвышенности. И сады опускаются вот такими вот террасами. И мы совсем немного отъехали от нашего дома. Но вот такой вот уже вид открывается отсюда на Алане. Ну и, как я сказала, очень много частных домов с садами, с банановыми плантациями. И очень легко сюда добраться на собственной машине. Также есть городской автобус. И, живя практически в центре города, у вас может быть свой садик и вот такой вот небольшой домик. Район очень тихий, спокойный. Здесь, как я уже сказала, нет ресторанов, гостиниц, шумных каких-то мест для проведения мероприятий. Вот, вы видите, внизу пасутся куры, цветут деревья. И очень тихо и спокойно. Вот в таких вот домах многоэтажных можно также приобрести, например, квартиру. Если это большой дом, то обычно там живет несколько семей. А если это совсем маленький домик, то в ней живет только одна семья. Здесь шикарная зеленая территория. Опять цветет мушмула. И посмотрите через вот такую вот зелень. Потрясающая панорама на всю Аланию. Алания очень разнообразна. И буквально в 20 минутах ходьбы можно наслаждаться морем, солнцем и пляжем. А поднявшись чуть выше горам, вот такой вот потрясающей зеленью и вековыми деревьями. Сюда идет автобус, как раз вот тот, который идет на террасу. И посмотрите, какой маленький домик виднеется вдали. А здесь огромное количество садов с мушмулой. Мушмула. Многие спрашивают, что такое мушмула. Мушмула это вот такой вот фрукт. Очень, ну, достаточно плотный, сочный, с большими косточками внутри. Очень мясистый. Ну, я люблю мушмула, особенно когда она спелая. А сейчас прям сезон мушмулы. Посмотрите, сколько ее. Собирай, не хочу. А вдалеке виднеются банановые плантации, город и море. Если ехать чуть выше, то эта дорога ведет как раз на террасы, с которых открываются самые красивые виды на Аланию. Как вы видите, здесь расположено большое количество банановых плантаций и теплиц. И поднимаясь наверх по этой дороге, можно как раз добраться до надписи «Я люблю Аланию» и до всеми известных террас и зон барбекю. Далее эта дорога ведет на террасу в парк Товшан-Дамы и на обзорную площадку. Там мы с вами уже были. А сейчас еще раз насладимся с вами панорамой Алании. Здесь, в этом районе, помимо простых деревенских домов, как я уже говорила, строят и современные резиденции. Чуть дальше есть большое количество комплексов с виллами. И, конечно же, очень-очень много зелени. Как я и говорила, друзья, в Алании очень много районов. И, например, район Бьюк-Хасбахче один из самых классных районов. По типу Бьюк-Хасбахче есть районы Бекташ, Тепе. Там тоже расположено большое количество частных домиков и очень много зелени. Поэтому, если вы хотите приобрести недвижимость в Турции, то рассматривайте именно в Алании эти районы. Потому что, несмотря на то, что они находятся ближе к горам, к центру добраться до центра от них тоже недалеко. Здесь развитая инфраструктура и есть общественный транспорт. Также в этом районе расположено большое количество ресторанов. Но они расположены чуть выше. И эти рестораны никаким образом не беспокоят жителей. Посмотрите, какая у нас здесь красота. Плоды шелковицы. И она вот так вот растет на дороге. Вот это уже спелый плод. И посмотрите, какое богатство. Это просто что-то невероятное. Красота. И очень-очень вкусная вот эта вот шелковица. Я прям очень люблю. А здесь, как я и говорила, вместо больших магазинов и супермаркетов есть вот такие вот маленькие магазинчики. И прямо на самом верху мы видим с вами надпись «I love Alanya». Хочу еще раз показать вам вот эту вот красоту. Посмотрите. Я даже не знаю, что сказать. Просто потрясающе. Ветки настолько нагнулись под тяжестью плодов, под тяжестью ягод. Посмотрите, какая красота. И что мне нравится в этом дереве, то, что плоды спеют постепенно. И можно собирать спелые плоды. И ждать, когда другие подпеют. А вот таким вот образом в Alanya делают дезинфекцию улиц. Муниципалитет делает дезинфекцию. Что они распыляют, друзья, я не знаю. Если кто-то из вас знает, пожалуйста, напишите, кто в этом разбирается. А вот такие машины ездят по всем районам города и распыляет дезинфектор. Вот на этой прекрасной и вкусной ноте, друзья, мы с вами прощаемся. Обязательно подписывайтесь на наш канал. Будет много интересных и очень полезных видео. Желаем вам всем здоровья и с нетерпением. Ждем в Alanya и в Турции. Всем всего хорошего. Пока-пока. И как бонус, дорогие друзья, оставляю вам в описании к этому видео ссылки на полезные YouTube-каналы. Смотрите, пишите обязательно, что вы думаете об этих специалистах. Это ссылки на канал косметолога, диетолога и тренера по фитнесу. Надеюсь, что они будут вам полезны и вы узнаете много нового и интересного о себе, о своем организме и как о нем заботиться. Ну и, конечно же, самое главное, к чему я всегда вас призываю, не тратьте свое время зря. Если вы находитесь на самоизоляции и вынуждены сидеть дома, а сейчас многие вынуждены это делать, пожалуйста, используйте свое время с пользой, с максимальной пользой. И, конечно же, в следующем видео, как я и обещала, я расскажу вам об удаленной работе. Это будет актуально для тех, кто особенно хочет переехать за границу и работать удаленно. Потому что, если вы планируете переезжать в Турцию, то прежде всего вам нужно думать о том, как вы будете себя обеспечивать. К сожалению, найти работу здесь, а работу нужно искать только легальную, достаточно сложно. И получить нужно рабочую визу, а это могут сделать только специалисты, которые необходимы компании. Поэтому, друзья, смотрите все самое полезное и интересное в описании к этому видео. И будьте здоровы, увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok